здравствуйте мои дорогие а сегодня мы говорим о каховке с вами анучина олег конечно я в основном говорю о физиологии питания но сегодня вроде бы в сторону вроде бы и нет потому что трагедия случилась вода значит ушла эта трагедия и выше каховки выше дамбы вернее этой каховской да потому что там уровень воды снизится и трудно будет возможно забирать насосами воду для промышленных нужд для питьевых нужд также вода в канал допустим не будет идти да тогда там это будут трудности со снабжением уже регионов которые ниже днепра идут да так сказать юг керсонской области запорожская и казалось бы очень много говорит о том какие будут последствия очень много говорится о том кто это сделал и так далее но видим большой шок который случился в самом начале у основной части людей которые там поинтересовались этой темой обсуждали как то еще что то но я хочу сказать из-за чего на самом деле такие вещи происходят из-за чего такие вещи будут к сожалению происходить в будущем да это моя личная точка зрения мое личное понимание и видится мне это все так что кто-то закладывает бомбу кто-то нажимает на кнопку кто-то организует все так чтобы это все сработало и чтобы дамба была разрушена и кто-то кто-то делает или кто дает приказ достаточная в достаточной степени осознает последствия которые значит все это вот действие вызовет и только лишь без духовность человека позволяет ему делать такие вещи если человек достаточной степени осознает себя духовным существом осознает свою неразрывную связь с другими людьми живой природой с территорией с планеты на которой он здесь обитает если он действительно осознает свою неразрывную связь она неразрывная не бывает так чтобы у нас как бы какая-то вещь вот здесь случилось и ни на что другое не повлияло пример это чернобыль примеры допустим сейчас горят в канаде леса а нью-йорк задыхается от дыма примеры пожалуйста в исландии там вулкан какой-то взорвался люди не могли летать все самолеты все стали авиаперевозки были остановлены и или там разлив нефти в мексиканском заливе который привел к тому что во первых конечно трагедия там самого региона и все биосистемы животного мира и в том же году если вы помните гольфстрим очень сильно похолодел потому что ведь потоки идут за мексиканского залива и по-моему в тот же год замерз там впервые за много лет ниагарский водопад то есть события которые мы на планете просто здесь создаем какие-то следствия какие-то вот как-то воздействие на это все они и на нас на других людей могут повлиять в очень большой степени и только именно невежество такое в плане своего скажем так связь о причастности ко всему остальному миру ко всем остальным людям ко всем остальным формам жизни к пространством к материальным объектам к земле к водным ресурсам если человек не осознает своей сопричастности с этим всем и своего некого единства с этими всеми казалось бы вещами которые вне него он способен на такого рода действия и если вы бросите взгляд например на события великой отечественной войны второй мировой войны возьмем немножко шире они являлись прямым следствием разгула материализма прямым следствием то есть как бы именно возможность как бы описание вернее того что человек является животным а это было сделано основателем психологии неким вунд там своем лице липциген там что-то исследовал и предложил что давайте будем считать человека животным исследовать его также как животное ставит на нем эксперимент также как на животным исследуя его психические какие-то характеристики и вылилось это все в чудовищное противостояние потому что в германии был разгул материализма в советском союзе был не меньше разгул материализма и к чести иосифа и всерион еще если кто-то не в курсе сорок первом году он собирал священнослужителей высоких чинов церковных в москве чтобы заручиться их поддержкой в плане духовного значит духовной духовной стойкости бойцов и солдат и офицеров на фронтах великой отечественной войны и в тот же период времени он вернул на самом деле даже им исторические здания в центре москвы некоторые здания передал возможно это тоже сыграло свою роль для того чтобы эта победа значит советского народа стала возможной но сама бесчеловечность которая была обнаружена во время великой отечественной войны то значит тот цинизм с которым люди уничтожали других людей до цинизм с которые люди там сбросили две бомбы на японские города когда в этом не было никакой военной необходимости если кто-то думает что эти бомбы что-то там сыграли в той войне и как описывают американцы что япония тут же капитулировала до дули две дули 3 дули 5 дулей всем тем кто так считает потому что япония подвергалась бомбардировкам беспрерывно а японские города бомбились 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 эти две очередных бомбы не сильно так как бы были заметны в общей сводке вообще новостей того времени поэтому на самом деле япония капитулировал после того как советские войска будучи переброшенными с запада обученные оттренированные вышкаленные пораженные копотью войны зашли они на территорию нынешнего китая в маджурию и просто за пару недель перемололи то там квантус квантусскую дивизию что там было там какие-то там были непобедимые японцы перемололи просто за пару недель как только добрались до дальнего востока и все это и было причиной падения японии можете поискать и почитать это исторические эти данные так вот то ужасная мясорубка была возможна только лишь потому что люди утратили духовность свою до когда человек в какой-то степени осознает себя духовным существом и что он в общем то все равно связан со всеми остальными людьми что он как личность независимо от судей прокуроров и еще кого-то кого-то что он как личность понесет личную ответственность в будущем за те дела нехорошие которые он делал в одних религиях это значит говорится что человек попадет в ад и будет там учиться что он попадет на страшный суд в других религиях мы видим о том что человек вынужден сюда вернуться для того чтобы быть потом здесь же то есть он сейчас бросит бомбу а потом он может быть здесь же возьмет себе тело и теперь будет болеть значит испытывать последствия лучевой болезни а когда человек осознает такую свою сопричастность всему что происходит вокруг него он 10 20 40 раз подумает прежде чем это сделать свое время я был очень сильно расстроен что мне пришлось покинуть ракетное училище да это училище ракетных войск стратегического назначения военное училище я так сказать пришел чтобы действительно там учиться как вести боевое дежурство как выпускать ракеты которые будут уничтожать города но в силу различных причин я оттуда ушел из этого училища вот это было скажем так некое собрание различных причин это было и дисциплинарное плохое там поведение и значит провала который допустил в учебе хотя я всегда очень хорошо учился и болезни которые со мной приключились вот потому что видимо где-то в глубине души перспектива того что где-то будут вставать ядерные грибы она мне не была мила не было близка то есть какое-то внутреннее общечеловеческое начало взяло вверх над желанием пристроиться ну потому что были материальные проблемы не очень понимал как мама будет содержать меня как пока я буду учиться в вузе да ну в общем были у такого рода проблемы училище мне показалось хорошим выходом но я оттуда сбежал поэтому именно отрицание духовности и она я хочу сказать что вот если в тридцатых годах это просто было очень жестко да и в советском союзе в германии то есть просто отрицание духовности просто жуткий материализм точно так же я вижу начало 21 века идет тотальное финансирование и продвижение и пропаганда материализма и атеизма и человеку навязывается идея под всякими якобы научными теориями есть несколько говорящих голов которые мелькают тут и там и которые пользуются популярностью и люди там с придыхания пишут комментарии ах какой прекрасный ах я вот только и ищу на всех каналах и начать его выступления и там где люди проповедуют материализм мы видим что этого просто много то есть есть просто ряд фамилий ряд говорящих голов которые ходят с канала на канал и значит продвигают идею что человек это обезьяна что мысли рождаются в мозге с помощью химических реакций что вселенная появилась сама собой из большого взрыва и так далее да я лично считаю это ложью потому что материалистическая природа происхождения человека и происхождение вселенной не было никогда доказано и наоборот я уже об этом говорил предыдущих видео она была не так давно опровергнута видимо создатели теории большого взрыва не надеялись что настолько глубоко никакой телескоп не заглянет а может быть они считали знаете как хаджана средин взялся обучить ослика говорит или за 15 лет обучу или осел сдохнет или падишах или я сам да точно так же и здесь то есть напишем 14 с половиной миллиардов лет возраст вселенной а там и пусть будет и все под это строилось все 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 абсолютно а когда джеймс уэб заглянул на 14 лишним миллиардов телескоп джеймса уэба и он увидел там совсем не то что значит было рассказано апологетами теории большого взрыва да ну они нисколько конечно не смутились и не стали ничего пересматривать они просто так же продолжают делать умные лица точно так же и теории эволюции дарвина никогда не было доказано никогда не было смоделировано никакого эксперимента который бы показал нам что именно так все и происходит именно есть формирование случайного больше довольно большого количества мутаций из которых остаются только наиболее удачные и это называется естественным отбором эта теория никогда не была тоже подтверждена но тем не менее материализм в двадцать первом веке прям вот оголтела проповедуется проповедуется я не знаю кто вкладывает этой деньги но это делается достаточно талантливо последствия которые вы можете наблюдать это последствия вот которые прямо здесь у нас происходят между братскими народами а если брать что славяне это вообще один народ ну языки там как-то немножко меняются но вы можете приехать в сербию аж в сербию и более-менее понять о чем они говорят я не вижу о болгарии там языки там другие может быть там немножко уже там сильно как бы исправлены вот так я скажу исправлены может быть местное наречие значит было дополнено большим количеством новых слов новых правил и так далее точно так же это случилось с языком на котором говорила значит власти в принципе люди блистательные порты то есть османской империи сто лет назад двадцатых годах языковая реформа создала турецкий язык которого не было никогда то есть как бы на тот момент в османском языке было процентов 80 персидских и арабских слов и греческих да вместо этого был создан турецкий язык на основе каких-то там на речи каких-то предгорных там народов тюрка говорящих и это был полностью новаяс новый созданный язык да мы теперь не знаем какой был язык на котором говорили значит власть сидевших стамбуле так вот и и создать язык легко создать новую фальшивую историю легко вот столкнуть людей лбами легко особенно если это все идет на почве материализма потому что материализм позволяет человека сравнить с обезьяной которая может поступить очень жестко со своим соперником до никто никогда не порекомендует держать вам даже среднего размера обезьян вроде там значит макаки потому что это жутковатые своем поведении существа которые будучи значит движимы своими целями в припадке так сказать желания доминировать они не стоят не остановятся ни перед чем на то есть как бы у если вы работаете с обезьянами уже человекоподобными шимпанзе там или гориллы то просто у людей которые их там значит с ними там занимался у них там через одного пальца по выдернуты потому что дури много они тут же мгновенно человека берут ломают без проблем никаких остановок вот это животный характер и нам навязывают и говорят что вы такие же вы точно также глотку любому перегрызете за свои цели за свои так сказать желания какими бы они не были странными ваши желания и проповедование материализма приводит нас к трагедиям и будет приводить трагедиям и к тому же на мой взгляд это является ложью потому что человек является изначально духовным существом не есть живое начало живая сила жизненная энергия индивидуализированная или не индивидуализирована это вопрос допустим открытый да например целью индийских практик является так сказать освобождение от оков тела и соединение индивидуализированного значит духовного существа с великим безграничным общим божеством да у христиан и допустим мусульман душа человека сохраняет свою индивидуальность в дальнейшем путешествии после того как она покинула тело свидетельств того что люди видят все со стороны во время операции или сильных травм или там допустим наркотических или алкогольных приключений своих таких свидетельств просто огромнейшее количество их нельзя там игнорировать но их игнорируют их никогда не исследуют и не пытаются выяснить почему это вдруг человек видит свое тело со стороны и простой вопрос а кто смотрит на тело кто смотрит в этот момент на тело кто человек скажет я а если я тогда кто ты я это я получается что он не тело он это он да вот тот кто смотрит если мы достаем какие-то там очень древние рукописи которые называются йога сутры записаны мудрецом по танжале которым там тысяч или две тысячи лет там разные цифры называются мы там находим ровно то же самое что вот в переводе в русском это ну можно сказать смотрящий или наблюдатель тот кто наблюдает тот кто смотрит это и является сам это это и есть сам человек как духовное существо то есть случаев и свидетельств такого рода так много да но они так умело игнорируются и нам так везде навязывается этот материализм теперь смотрите что произошло сразу после каховки вы не могли это не заметить сразу появилось огромнейшее количество экспертных выступлений на каналах на украинских каналах это просто они идут обоймой один другой третий физик эксперт биолог эксперт вот выступал тут допустим нас тут доктор айболит комаровский понимаете почему это пренебрежительно говорю да потому что вопрос который он начался началась беседа журналистом у комаровского это обсуждение того а как вы относитесь к тому что украинцы в украинских комментариях там и украинском так сказать интернете высмеивается то что россиянин был съеден акулой в хургаде понимаете что русским отказывается в том что они люди русского съесть не зазорно акули вот на таком уровне идет какая-то риторика в украинском значит интернет пространстве при этом комаровский доктор и болит говорит открыто что ну в принципе юмор помогает жить я конечно это не разделяю и это неправильно но юмор помогает жить вот если так люди справляются значит с помощью юмора со своим значит шоком ничего плохого о чем можно говорить вообще да так сказать вот что люди пропагандируют но все эти интервью все эти эксперты все эти рассказывают об ужасах которые случатся после разрыва разрушения этой дамбы это просто идет через дом описание в жутких самых картинах будущего апокалипсиса зачем это делать зачем затем чтобы людей повернуть в огромное замешательство сбить их с толку вышибать их из седла и в тот момент когда они еще находятся когда они еще продолжают быть дезориентированы дать им новый ориентир сказать им это сделали русские сказать им ну или прямо или из подволь то есть дать какое-то данное с которым они встанут и с которым они пойдут и теперь понимают что русские плохие например русских всех нужно убить например да но мы видим какая-то вот как бы вал такой пошел этих экспертных мнений и выступлений и заключений а это очень подло это использование просто вот таких технологий очень подлых манипулирования так сказать это вот у нас я тут сделал там запись до психология да там есть эксперты области манипуляции есть их там полно это отдельная ветка психологии почему я называю не наукой потому что они говорят о том что они для того чтобы помочь людям на самом деле как бы например манипуляция эта часть психологии всякие там нлп и все остальное гипнозы вот и мы видим это во всей красе как идет вот такое манипулирование как идет всаживание каких-то идей и чего-то такого людям но раньше всего этого стоит продвижение материализма если мы с вами будем считать себя обезьянами потомками обезьян животными мы будем вести себя как животные но мы не таковы я знаю никто из нас не является животным вопрос том насколько его удалось убедить в этом призывайте людей к тому чтобы они осознавали себя духовными существами осознавали свое ответствие за свое существование за своих близких за свою группу за свою страну за все человечество все равно каждый из нас сейчас причастен к очень многим событиям понимаете где-то что-то там не так кнопка была нажата какой-то рычаг не тот поставлен и люди погибают да сколько у нас там самолетов падало еще что-то вы являетесь духовным существом я в этом не сомневаюсь и все самые лучшие качества в трудные минуты жизни существования всегда вы будете проявлять если вы смотрите на все с точки зрения с позиции духовного существа я приветствую любые религии я не хочу сказать что какая-то религия хуже или лучше я считаю что даже сталкивание между собой людей разных вер это тоже очень подло и очень плохая деятельность которая ведется понимаете какая-то вещь берется и превозносится до небес христиане едят свинину как ужасно эти значит мусульмане имеют несколько жен как ужасно сталкивают лбами хотя это религия это религия о том же самом не убей не укради не возлюби жены ближнего своего не прелюбодействуя и так далее и так далее да есть очень много точек наоборот которые соприкасаются и смогли бы делать людей разных конфессий ближе друг другу они смогли быть чем-то целым вместо этого идет разъединение любая религия любой человек который значит пытается найти себя как духовное существо пытается следовать наставлениям которые содержатся в его религии а он на голову выше любого абсолютно профессора в очках или с бородой или еще какого-то который очень умно говорит и много знает красивых слов но если он атеист и материалист то он просто на порядок ниже любого из вас с вами был олег пусть будет день ваш хорошим и все будущие дни пусть будут прекрасными до скорых встреч пока пока